Послание Отца Абсолюта 24 сентября 2023 года Во имя Любви Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня я хочу продолжить тему отношений между мужчиной и женщиной и поговорить о том, как они складываются в мирах более высоких измерений, начиная с четвертого, в котором многие из вас уже пребывают своим сознанием. Когда вибрации человека поднимаются до этого уровня, астральные сущности низшего порядка уже не могут дотянуться до него, а значит, такие проявления, как похоть и беспорядочные половые связи, в жизни этого человека исключены в силу энергетического несовпадения как с астральными сущностями, так и с людьми, находящимися под их влиянием. В результате сексуальные отношения между людьми в четвертом измерении приобретают уже совсем другой характер, сбалансированный и гармоничный, поскольку теперь все их мысли, эмоции, действия осознанные. Они исходят уже не столько от ума, сколько от души и сердца. В мирах высших измерений ум всегда является вторичным, хотя и умалять его значение тоже нельзя. Просто там он руководствуется уже совсем другими принципами, главной из которых является посыл на высшее благо всех. Но и логические умозаключения при этом тоже приветствуются. Так, например, человек четвертого и пятого измерения, который видит и тонко чувствует все, что происходит на тонком плане, может сознательно отказаться от любимого человека, если поймет, что он не является его настоящей второй половинкой. Он начинает видеть более полно и объемно все нюансы взаимоотношений между людьми, включая их кармические связи и настоящее духовное единение, особенно если это родственная душа либо близнецовые пламена. И если в трехмерном мире достаточно редки случаи, когда мужчина или женщина легко, без осуждения и обиды, отпускает своего любимого человека к другому, понимая, что с ним он будет гораздо счастливее, то в мирах более высоких измерений это является обычным делом. И происходит это потому, что в отсутствии эго ум руководствуется уже другими принципами, основанными на логических выводах и построениях, которые пойдут на пользу всем участникам той или иной ситуации. И, конечно, одним из главных таких принципов является неукоснительное соблюдение закона свободной воли в отношении каждого человека. Такие чувства, как ревность, собственничество, обида, месть, настолько там неуместны, что даже отголоски этих эмоций, свойственных людям трехмерного мира, растворяются без остатков подсознания жителей высших миров. Почему они с такой легкостью могут отпустить любимого человека? Потому что знают, что они сами обязательно встретят свои вторые половинки, которые, вполне возможно, в этот момент тоже отпустили своих любимых при чувстве встречи с теми, кто предназначен им судьбой. В высших мирах близкие души находят друг друга гораздо быстрее, поскольку способны считывать информацию друг о друге на всех планах бытия, а не только на физическом плане, как это происходит в трехмерном мире. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерный Отец-Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения. Продолжение следует...